но сейчас будут эти правда сейчас молитва будет ладно чем восьмичасовая так занятия я сейчас только прочитал что-то написал заниматься будем но я это всегда готов заниматься а у тебя есть место описания которое ты хочешь чтобы рассмотрели вы нет пока ничего нет вообще нету а книга какая-нибудь есть который ты хочешь рассмотреть ну вот я сейчас читаю саю дочитываю пророка и саю но это большое повествование это конкретно там если есть какие-то вопросы да пока нету потихоньку читаем да у меня там одни вопросы конечно пояса я ты жития святых и совет что не вижу тебя святых там ничего не поймешь как вот думаете я думаю так подходить чтение книги то есть сначала надо прочитать про что она когда написано книга кем то есть все подноготную и житья цветы и тогда потом уже приступать я так понял что ты прочитал уже и саю ты же читал ты сказал я я почитал до 53 главы 54 и потом закинул это все отошло я ну надо конечно сначала прочитать а потом естественно взять житья святых там житья святых там не так там то есть то что тебе надо там самому выяснять там уже люди вот как его тихо говорил которые досконально калибровочно там все исследуют они все исследовали написали что что тебе на сердце сразу легло о чем он там говорит а вот он там же но как все ругает священников все ругает их все пугает города различные страны пугает отдельно людей пугает и сая все ругается всем ругается и ругается хочу он ругается тут самое главное каркас составить как мы сейчас каркас составляем евангелие от марка составляем каркас вот сегодня там был каркас начало каркаса исследовать исследование евангелие от марка чтобы самого начала не запутался человек самого начала прямо на очень хорошее потому что евангелие от матфея там надо начинать с от адама короче говоря вся там родословная идет и так далее потом рождество христа там это надо ветхого завета столько знать а здесь марка сразу сразу раз христос пришел вид покайтесь и тут же раз я креститель вот она и все прям на перед нами вот начинается евангельская жизнь христа лучше не придумаешь как начало именно вот этого а почему но это преследует свои свои цели именно взятие этого евангелия за основу вот в таком разборе то есть ну нет не откладывая в долгий ящик мы начинаем разговаривать о царстве божьем или о благой вести или евангельской вести иисуса христа или бога человеку сразу о спасении пошла речь это вот прям подготовка к крещению вот это вот я считаю хорошее ну там было ну там евангелие от ирана конечно надо обязательно вставить будет и самое главное то что человек отойдет от вот этой от неправильной концепции входа церковь называется она сейчас воцерковление или путь храма называется путь храму а должен быть путь к богу а если человек уже сделал шаг на пути к богу значит теперь путь царству небесному потому что путь к богу это ты узнаешь о боге а путь к царству небесному это ты познаешь теперь сына его иисуса христа это путь к рождению свыше ты встаешь на путь это это оглашение оглашение к сожалению так называемого института оглашения или занятий по оглашению как это было при кирилле иерусалимском в третьем веке в конце в начале 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 как в конце второго начале третьего века кирилл иерусалимский ему еще не мешал константин великий и он рассказывает о христе вот прям вот что хочет делает со своим словом в пределах писания все по священному писанию места писания везде места писания приводит кирилл иерусалимский его там в одной из своих речей говорит о том что если не если все что я говорю о чем сверяйте со священным писанием если я сказал не посвященному писанию то мне не верьте вот так он говорит если так подробнее сказать вот это был да это был митрополит так митрополит священник честный открытый господи помимо как не хватает этого сердце кровью обливается когда разговариваешь со священниками почему нету такой открытости вот тут союз но союз там этот какой там еще программа спас смотрю и священники отвечают на вопросы людям полная отсебятина вот о чем-то храме там а каких-то земельки о чем только не говорят о слове можем нету чтобы по слову божию знаешь так красиво что с местами писания я сегодня сказал слово подкрепил местами писаний ну и теперь вот возьми то что я сказал и все это прослушай еще раз два три там сколько там я не так много говорю и вот где я там не правду когда рассказывал а еще и с толкованием совпадет если толкование на эти места писания посмотришь то что я там говорил а главное то я каркас выстраивал пока но показать что главное в этом все на что обратить внимание чтобы не запутаться тебе самому вот жизни в этой своей когда ты со священниками будешь беседовать когда так что-то услышишь там от них чтобы не запутаться так что они не кириллы иерусалимские они никогда так не скажут если нет если жизнь моя не сходится по писаниям то мне не верь будут стоять себя грешника и многогрешника мы такие же как вы но и такие же как вы а ты просто в их жизни их жизнь не видел как они любят застолье там устраивать другом с дружкой рассказывать какие они опытные да многоопытные какие они там проповеди прекрасные говорят и так далее между собой чеки устраивают этом мирян нету если есть там миряне в богатые с богатыми они в баню пойдут с девочками на не знаю что они там девочки будут делать или нет но пойдут а для чего денежку получить мой у меня рассказывал это мой хозяин этого предприятия что неоднократно со священниками выпивал в бане но не говорю что там что-то они гладодействовали но то что выпивали ходили туда как бы именно там эти союзы заключить чтоб денежек дали на строительство храмов там и так далее кто-то материалами дает ну и материалы можно продать на сторону тебе привезли а у тебя как бы лишний или очень дорогой а кто-то действительно со священников берет и строит вот батюшка у нас он строил там строил там строил тоже где-то сходил собирал или кто-то там был и они обычно на храм 2 священника если большой храм то и 4 может и 6 быть может быть так допустим собор там еще и епископ а там уже даже и митрополит как настоятель идет так называется кафедральный тогда собор тому подобное но у нас один был он туда-сюда видно что это после службы уже такой осунувшийся уже уставал очень сильно а потом второго подослали но я говорил оба молодые вот гляди господь избирает такой сложный путь как человека как человека поставить на путь на путь истинный скажем просто ну что не мудрость лукава то есть адам ушел с этого пути ушел и ушел довольно далеко это что сиф 3 там ну может он не третий был но считается там каин потом авеля потом томаси вспоминают хотя скорее все там еще были дети но при сифе сиф он тут начал строить жертвенник построил господа по имя господа призывать начал сиф ну как он призывал его господа мы точно не знаем как он призывал имя господа но в этот момент каин продолжал жить его никто не убивал потому что ему знамение было дано непонятно какой или трясучка или у него что-то светом было лица лицо почернело или но от злости то что он не от ненависти от ярости или трясучка говорят то что его трясло все время от страха пред богом тоже интересный момент ну то есть и так и так а может и то и другое и он и он начал владеть другими людьми а не брат его потомок построил уже целое государство строил города строил со стенами и был как князь для людей и люди начали отрываться вообще от духовного а духовно это значит они знали что и был бог и обращали свои допустим молитвы к богу то есть когда что-то было плохо они могли обращать богу и просить бога бога авраама ой бога этого а адама вот так в конечном итоге они все забыли бога да но я уже забыли бога вот такая табличка видно да адам сив и нос к каян малилю вот гляди и получается что от сотворения адама это что за книга и до потопа тысяча шестьсот где-то семьдесят лет прошло тысяча шестьсот семьдесят лет и гляди кто туда попал вот гляди сейчас я тебе скажу вот адам до потопа не дожил где-то всего ну семьсот тридцать или семьсот сорок лет не дожил до потопа вот так сив не дожил до потопа так тысяча сто пятьсот ну где-то шестьсот лет не дожил до потопа и нос не дожил до потопа до потопа тысяча двести и тридцать и тут шестьдесят четыре четыреста ну где-то четыреста восемьдесят лет не дожил до потопа Каина не дожил до потопа триста так триста триста семьдесят лет Малиил не дожил до потопа двести ну где-то триста двадцать лет Иорет не дожил до потопа двести лет Енох ну его Господь взял он всего триста шестьдесят пять лет прожил до потопа не дожил 600 лет Мафусау ему было девятьсот шестьдесят девять лет когда пришел потоп Мафусау самый долгожитель больше никто не жил дольше девятьсот шестьдесят девять лет жил ламех семьсот семьдесят семь лет помнишь ламеха кто такой ламех Нет, не помнишь, Ламех, он начал исполнять волю своего, своего этого, предка Каина, он с Каином вместе жил, то есть Каин, сейчас скажу сколько, Каин раз, два, три, четыре, пять, 600 лет прожил, родился Ламех, и Ламех, а Каину было уже 600 лет, Каину, 600 лет, еще 300 лет ему жить, и Ламех начал подражать Каину, и он говорит женам своим, если Каин убил Авеля, и ему Господь сказал, что там, кто встретит его, тот смертью умрет, чтобы его не трогали, то есть, то я еще больше соделал, я убил и юношу, и мужчину убил, юношу в труп себе, в язву себе, а мужчину в труп себе, говорит, вот так, то есть, хвастается перед ними, перед своими женами, там с Циллой, сейчас не помню, и вот, 770 лет он прожил, и пришел потоп, то есть, непонятно, вот, Мофусаил, он от старости умер или в потопе, А Каинан, а вот Ламех, он точно умер в потопе, Ламех, Господь его не спас, хотя о нем говорится, А вот Ной, он родился после Ламеха, через 160 лет, Ной, когда пришел потоп, ему было 600 лет, и после этого прожил еще 350 лет, Ной. Еще 350 лет жил, после потопа, единственный из всех, кого я тебе перечислил, патриархов, хороших и плохих, вот точно, что, что Адам в покаянии был, Сиф был в покаянии, Енос был в покаянии, Каинан тоже был в покаянии, Малиил тоже, Иорет тоже в покаянии, Каинан, а, Каинан, Каин, а тут нету Каина, это Каинан был, я это ошибся, не Каин, а Каинан, вот, Енох, но его вообще Господь взял, Мофусал дольше всех жил, не знаю, Ламех, вот, Ламех исполнял волю Каина, своего потомка, но и Ной тоже правильно жил, вот так, ну, то есть, эти были люди в покаянии, и прямо вот, если смотришь, гляди, вот, на шкалу, гляди, как ровненько по ступенечкам все идет до некоторых моментов, видишь, ровненько, а потом начинает, начинается как бы сбой, то есть, Енох, он угодил Богу, он смог угодить Богу, представляешь, в те времена он был праведным, то есть, он был христианином, да, а иначе как ты попадешь на небеса к Богу? Никак, никак, то есть, совесть его до такой степени была чиста пред Богом, что он угодил туда, а потом вот Мафусау, Ламех, непонятно здесь, ну, и всех, это человечество спас Ной, вот так Господь избрал странным образом, вот так странным образом Господь избрал именно Ноя, да, сейчас я посмотрю, как переводится Ной, ну, такой странный у него перевод, очень интересный, сейчас значение имени сейчас выдаст вот гляди, его называют умиротворяющий, с древнееврейского переводится, или успокаивающий, то есть, ну, как бы, как по-нашему сказать, то есть, он такой всегда бодрственный, знаешь, и, ну, такой оптимист бы сказать, но это не русское слово, а, так, успокаивающий, как утешитель, вот так перевод, понимаешь, понимаешь, такой перевод-то звучный, для Духа Святого достойный, ну, и он как человек, его по-другому называют, вот, ну, однако, вот Ной, и когда его родители звали, то кричали, утешитель, утешитель, иди домой покушай, а потом, когда увидели его родные-то, когда ковчег был построен, что звери идут, они ему кричали, утешитель, утешитель, погляди, сколько зверей собирается к тебе, и тут уже по-другому все, и Господь противопоставил животных, у которых Дух в крови, и людей, у которых Дух от Бога, Дух Божий, как это у Езекииля в 37 главе, когда там он говорит про Дух и говорит, Дух, приди, я, говорит, Духа моего дам, моего, то есть Божьего Духа, считается, что это сам Иисус Христос говорил под именем этого спутника из Езекииля, ангела, или он там называет, и подошел ко мне некто, ну, так, успокаивающий, умиротворяющий, ну, да, утешитель, 10 из допотопных ветхозаветных патриархов, по прямой линии от Адама, так, В 2009 году в США имя Ной было девятым по популярности, в 2012 году уже четвертым по поля, А у нас Ной не увидишь, не услышишь нигде, вообще, то есть так далеко мы от библейского всего, у нас Сережи почему-то, ну, это Сергий Радонежский, Сереж очень много, Игорий почему-то, ну, понятно, Игорь, Игорь воитель там, ну, это нравится всем, Олег вещий, Олега, кстати, много, ну, Игоря вот много, это, ну, начали там Даниилы появляться немного, Данила, так что, надо, надо это читать, не только вот Библию прочитал, и надо обязательно прочитать о тех людях, которые там в этой, в этой, в этой книге есть, ну, о самом Исаии почитать, о тех людях, о которых там говорится, о каких-то царях, о каких-то еще пророках, которые там с ним жили, и так далее, там обязательно что-то есть, если не Жития Святых, то Википедия оставила по них, потому что очень много говорили раввины, и то, что мы не читаем еврейского, а евреи про это говорили еще в те стародавние времена, они о всех людях, кто оставил в их жизни след, в жизни их общества, избранного Богом народа, они о всех-всех писали, или говорили что-то, и это все сейчас Википедию занесено, и о них можно узнать больше и так далее, что-то раскроется ближе тебе, и ты начнешь лучше запоминать это все, и главное, что, вот я тебя сейчас спрошу, в какие года это все происходило с Исаией, вот, ты же не скажешь, а от этого очень много значит, от этого очень много значит. Ну, допустим, я тебе скажу, Спартак, знаешь такой Спартак? Припоминаю. Останье Спартака, знаешь? И Юлия Цезаря, знаешь? Вот, они в одно время жили или в разные времена? В одно, наверное. Почему? А что, наверное, почему? Если они в одно время жили, как они пересеклись? Ну, он восставал против кого? Вот, наверное, против ей. При Юлии Цезаре восставал Спартака. Ну, а сколько было Юрию Цезарю, вот, когда его убили? Сколько ему было лет? Я не знаю. Ну, как вот можно посчитать? В каком году было восстание Спартака? Не знаю. То есть, ты можешь просто угадать? Да я ткнул пальцем, ну да. Пальцем ткнул, да и угадал. Ну, отгляди мы сейчас с тобой. В 44-м году до Рождества Христова Юлий Цезарь был убит. Ему было 54 года. То есть, когда он родился, значит? Если в 44-м году был убит. Как посчитать нам? Ну, 44 минус 50. Сколько там, 3? Только не минус, а прибавлять надо. Потому что это идет обратный отсчет. Это до Рождества Христова. Там цифры разбегаются в разные стороны. Вот Рождество Христово, это ноль. Да. Вот если ты говоришь о до Рождества Христова, значит, у тебя отсчет идет в обратную сторону. А сейчас идет прямой отсчет. То есть, легко, голову ломать не надо, воображения никакого. 2222 год. А когда ты говоришь вот так вот, считаешь, то в 44, если знаешь, сколько прожил он, 54, то получается какая цифра? 10. Нет, прибавлять надо, почему ты отнимаешь? Ага. У тебя ничего не получится с такими подсчетами. Ну, 10 и дальше, что такое 10? Минус 10, что ли? Или 10 год по Рождества Христова? Или куда ты его уволок? В 44 году, до Рождества Христова, его убили. Последний Брут в него воткнул, как по преданиям, по истории. Брут, его названный сын. Его сестры сын. От его друга. До Рождества Христова, 44 года, его убили, ему было 54. Да. А в чем вопрос? В каком году он родился? Получается, я запутался. То есть, 54 ему было в 44 году до Рождества Христова. Да. Тогда надо... Как Ленину. Ленину тоже 54 было, когда он умер. Что нужно сделать-то, чтобы узнать? Когда он родился? Вот, гляди. У нас идет цифра 0. 0. Ну, я понял, да. Вот 0. Винус. Минус, минус 44. Теперь по правую руку мы пошли. По правую руку пошли. Сколько? 0, 100, 200, 300, 400, 1000, 2000, 2022 год. Да. А теперь в эту сторону как нам считать? Минус 44. То есть, 0, 0, потом дальше. 10, 20, 30, 40, 44. То есть, до того, чтобы пришел Христос, осталось 44. Юлия Цезарь был убит. Ему было 54 года. Значит, мы куда продолжаем считать? Еще дальше. Туз, да, дальше. И 50 лет еще отсчитываем. 44. Теперь 64, 74, 84, 94. Но еще 4 прибавить надо. Получается, сколько? 98 лет до Рождества Христова. Сколько? 98 лет до Рождества Христова родился Юлий Цезарь. Юлий Цезарь. А теперь когда было восстание Спартака? Узнаем и все. Гуглим, да и все. Давай, гугль, гугли. Подожди, я сейчас запишу, чтобы ты видел, что я знаю, в каком году было. Вот, гляди, я пишу здесь. Вот смотри. Вот бумажка. Вот бумажка у меня. Она тут видит кое-что написано. Я напишу вот здесь вот. Вот ты там пиши, а я здесь. Я напишу, как по этому. Ну, как по фэншую там у них. Вот все, я написал. Вот написал, вот сюда прижал. Давай, ты нашел? Да. Смотри, гляди, я сейчас покажу бумажку. Сходятся у нас цифры или нету, гляди. Чуть-чуть не сходится. Там 74-й. Вот 71-й год до нашей эры, то есть до Рождества Престола. Ну, в целом, так и есть. Да. Вот. А что вы там написали тройку, а что зачеркнуто было? Двойка? Нет, я просто не пофушу. Я по-прямому начал писать 71-й, 73-й. А потом решил записать, как по фэншую. Ну, то есть, как считается. То есть, он считается наоборот. 73-й, 71-й. Восстание рабов, последнее восстание рабов в Римской Республике. Видишь это, мне легко принимать Ветхий Завет. Я Ветхий Завет, когда начинаю читать пророков, у меня цифры идут по порядку, как вот у нас установлена история. И я не боюсь этих цифр, я не боюсь пророков, года, в которой они жили. Потому что я даже представляю, в какое одеяние они одеты. Войны как одевались, приблизительно. Какие использовались военные приспособления тогда, какие строи военные использовались, какова численность войск была, в каких странах. То есть, какие страны в этот момент воевали друг с другом, противоборство за что, какие ресурсы там или что там и так далее. То есть, так как я историю знаю, мне это вообще не страшно. Я читаю спокойно маковейские книги, там, Александр Македонсков. Знаешь, как его звали? О, Александр Македонсков? Да, как его называли? Нет, не помню. Не помнишь? Даже не знаю. Сейчас такое оружие есть у нас. Именем его назвали. Оружие? Оружие у нас есть. Очень сильное оружие. Применяется сейчас в войсках. Его очень сильно боятся. Взрыв огромадной мощности. Но он, это, не ядерный носитель. Но одна из самых больших взрывных мощностей это оружие. Ты его знаешь? Ну, подсказку хотя бы в коме. Она называется Искандер. Искандер. Ракет на комплекс. Это понятно. Что значит? Две ракеты на машине большой такая. Восьмиколесная машина. И взрыв там у него до 900 килограмм. И там воронка просто огромадная. Вот там вот. В Харькове подстанции. И там тепловые взрывают мосты Искандерами. Дорого, конечно, стоит. Но, как говорится, разрушает сильно. И он не просто называется, а Искандер М. М называется. Или его конструкторы называют так. Искандер 2. То есть, Искандер двурогий переводится. Искандер его назвали в Средней Азии. Слышал такое? А что значит Искандер? Искандер это значит непобедимый. Его двуроги еще называли. У него, потому что на шлеме были два рога. То есть, не знаю, какие то ли бараньи, то ли как у козла торчали, то ли как у быка. Ну, то есть, не нашли этот. Может быть, видел такой золотой теленок? Ой, золотой теленок этот. Джентльмены удачи такой. Комедия такая советская. Ну, помню, шлем, да, у них. Там, да, и там вот такие вот рога у него. Шлем. Это вот как раз шлем Александра Македонского. Как бы нашли. Откопали, на самом деле, не нашли его. Есть фильм Александр. И там его именно в таком шлеме изображают. Он весь в крови, там, как рубится. У него прям тут кровь вот так. И тут перья у него. Плюмаш такой. Высокие перья сделаны. Ну, что он полководец, чтобы все видели. Хотя многое мы не знаем, конечно, об этом всем. Искандер. Имя. Так вот. И все понадобилось. Вот история мне сильно понадобилась. Я через историю могу какие-то исторические примеры рассказывать. Людей, во всяком случае, Ну, многих это побуждает начать исследовать историю. Географию изучать. Не просто географию, а географию в красках еще. Сейчас, тем более, есть и документальные фильмы интересные. Там BBC снимает. Наши тоже начали снимать фильмы очень интересные. То есть, все это нас подводит к тому, чтобы нам изучать пророков, чтобы не бояться их. Да, они были обличителями. Они нас больше всего обличают. Но народ их не боялся сильно. Исайя перепелили пополам. Деревянной пилой. Да, совершенно верно. Деревянная еще пилой, добавок ко всему. Исайя оставил самую большую книгу великих пророков. Ты помнишь их четыре пророка? Исайя, Иеремия, Иезекииль. Четвертый, я не помню. Даниил. И вот у Исайи сколько глав у него? 68. Много дал. 66. Совершенно верно, 66. А у Иезекииля с Иеремией там уже за 30. А Даниил меньше всех написал. Ну и Исайю называют ветхозаветным евангелистом за пророчество о Мессии, о Иисусе Христе. Да, я тебе сейчас открою Даниила пророка. Пророков боятся все. Ай-яй-яй, кричат, гляди. А мы сейчас о Данииле поговорим. Даниила и 14. 14 главу Даниила. Вот. Сейчас я его открою, чтобы было видно. Да, ну давайте, давайте. А? У меня я открыл. Ты себе открыл? Да. Ну давай я прочитаю тогда. Гляди. Можно открыть на видео. Не знаю. Как угодно. Нет, я не 14. Давай 13. 13 откроем. Мне 13 больше нравится. Так, так, так. Сейчас, подожди. Нет, не 13. Так, подожди. Я что-то не понял. А почему здесь нету? Или где? Или в 12? Я хотел про дракона прочитать. Это же не в 11. А где про дракона-то? Здесь про вилла. А, вот, 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 да, вот. Совершенно верно. Вот сейчас. Это 23. 23 стих. Был на том месте большой дракон. И вавилоняне чтили его. И сказал царь Данилу. Не скажешь ли и об этом, что он медь? Вот он живой и ест и пьет. Ты не можешь сказать, что этот бог не живой. Итак, поклонись ему. Данил сказал. Господу богу моему поклоняюсь. Потому что он бог живой. Но ты, царь, дай мне позволение, и я умершлю дракона без меча и жезла. Царь сказал. Даю тебе. Тогда Данил взял смолы, жира и волос, сварил это вместе. И, сделав из этого ком, бросил его в пасть дракону. И дракон расселся. И сказал Данилу. Вот ваши святыни. Когда же вавилоняне услышали о том, сильно вознегодовали и восстали против царя. И сказали, царь сделался иудеем. Вилла разрушил и убил дракона. И предал смерти жрецов. И, придя к царю, сказали. Придай нам Даниила. Иначе мы умертвим тебя и дом твой. И когда царь увидел, что они сильно настаивали. Принужден был предатель им Даниила. Они же бросили его в ров львиный. Как же это угадайте с одного раза. И он пробыл там шесть дней. В Орве было семь львов. И давалось им каждый день по два тела и по две овцы. Тело это прям людей. В это время им не давали их, чтобы они съели Даниила. Был в Иудее пророк Аввакум, который сварив похлебку и накрошив хлеба в блюдо, шел на поле, чтобы отнести это жрецам. Но ангел Господень сказал Аввакуму, отнеси этот обед, который у тебя, Вавилон, Даниилу, в ров львиный. Аввакум сказал, господин, Вавилона я никогда не видел и рва не знаю. Тогда ангел Господень взял его за теми и, подняв его за волосы головы, его поставил его в Вавилоне над рвом силой духа своего. И возвал Аввакум и сказал, Даниил, Даниил, возьми обед, который Бог послал тебе. Даниил сказал, вспомнил ты обо мне, Божий, и не оставил любящих тебя. И встал Даниил и ел. Ангел же Божий мгновенно поставил Аввакума на его место. В седьмой день пришел царь, чтобы поскорбеть о Данииле. И, подойдя к рву, взглянул в него, и вот Даниил сидел и воскликнул царь громким голосом и сказал, Велик ты, Господь Бог Даниилов, и нет иного, кроме тебя. И приказал вынуть Даниила, а виновников его погубления бросить в ров. И они тотчас были съедены в присутствии его. Ну так, живой или неживой был дракон? А что значит дракон? Это большая ящерица? Тогда подразумевалось? Варан? Не знаю, понятия не имею. Мне самому это интересно. С Игнатьом Тихоновичем у нас был вопрос, я ему задал. Прочитали это вместе. Он сказал, что он... Что он... Это было неживое. Что-то такое. Вот какой интересный пророк Даниил. До сих пор не знаем, в чем дело. Кого он умертвил? Из меча и жезла. Как расселся дракон этот? Чего он расселся? Может быть, это какая-то бомба была первая? Из жира со смолой. И он взорвался. А может быть, это что-то был. Крокодил какой или что там бежило. Не знаем. Но однако, поклонялись всем. Кому хочешь поклонялись. Только не Богу истинному. Вот. Даниил. Пророк Даниил. Слава Господу. За святых его. Так, мне бы интересно было, чтобы ты сам что-то предоставил. Что тебе интересно разорвать. Местописание. Любое. В Новом Завете или где-нибудь. У меня вопрос по чтению. Сегодня читали в храме. Про Лона Авраамова и про Лазаря. А почему вот такой вопрос, может и простой такой, неуместно. Почему вот богач обратился не к Лазарю, а к Аврааму? Почему? Потому что Авраам это было как нечто недосягаемое. Это нечто недосягаемое. Непонятно. Лона Авраамова это как у груди Авраама. То есть, а Лазаря он видел, он его видел, он его узнал. Этим он и обличил себя сам. Как он Авраама узнал. Ну, это все притча как бы. Он узнал. Говорят, что многое будет открыто и тем, кто встанет перед Господом уже как заклеменные проклятием. Вставай проклятием заклеменный. Многое уже будет открыто. Кто-то будет это принимать, а кто-то будет уже, зная все, будет все равно хулить Бога. Ну, то есть, будут разные, разные грешники. Представляешь, как это будет, когда ты здесь ходил на земле и мог каяться или даже каялся, и Господь тебе не открыл Царство Небесное, не открыл путь спасения. Это же страшно просто. Можно было прийти с братьями, быть вместе. Как вот у нас этот Александр Шлоков. Видишь, его бес водит. Он хочет и с братьями беседовать, и ему очень нравится это все. И в то же время только отрывается от общения, нос высунул на улицу, и все, его тянет уже или блудить, или пить, или что-то куролесить. Страшное дело. И нету страха Божия, я с ним разговаривал. Он не понимает, что такое страх Божий. Я ему говорю, ты места Писания-то открой, почитай, что такое к страху Божьему отношения. Ну, хотя бы раз бы открыл, он не открывает ничего. Понятия не имеет, что такое. Это поисковик. А он в интернете как бы нормальный. Пользуется компьютером, он уверен. Не знаю, наверное, не очень уверен. Ну да, можно же просто открывать через какой-то... У тебя поисковики? Да. Значит, он мне говорил, что он через Google открывает. Кто-то мне сказал. Он, наверное, и сказал, я через Google. А, нет, этот, Иван Ямшанов сказал. Я говорю, ты поисковик-то себе возьми. Я бы с Иваном тоже недавно разговаривал. Немножко, чуть-чуть поговорили. У него 13-го числа заканчивается эпитемия. То есть, можно будет уже говорить и тоже к оглашению приступить. А у тебя, это, что брат Вячеслав сказал-то? Что-то? По твоему заявлению. А, все хорошо. Все, да? Ну, то есть, ты оглашенный теперь. Да. Так вот, у тебя 412-я там страница или вопросы к оглашебным приблизительным называется. Да. Вот, их надо отрабатывать с самого начала. Давайте пройдемся по ним. Первый вопрос. Расскажите о своей вере во Святую Троицу. Кем для вас является Иисус Христос? Почему? И спрашивайте о себе крещение. Подробная причина. Когда это желание появилось, уменьшилось ли оно? Твердо ли? Почему именно здесь решили принять крещение? Обещаетесь ли оставаться членом Святой Российской Православной Свободной Церкви? Ну, вот первое. Это надо будет писать от руки, да? На бумагу? Так. Да-да, все это надо записывать. Все надо будет записывать прямо отдельно, по каждому стих к этому вопросу. То есть, расскажите о своей вере во Святую Троицу, что Бог един в трех ипостасях, в трех лицах. В принципе, это понятно. Пассивно, был веру, у меня все согласен, нет со всем. Дай и аминь. Кем для вас является Иисус Христос? Ну, спаситель, который распялся за меня, за мои грехи, за всех нас. Так. Личный спаситель. Да, точно так. Ну, это, конечно, потом распишу в этом. Местописание надо привести будет. Хорошо. Почему вы спрашиваете о себе крещение? Подобная причина. Ну, почему я спрашиваю? Потому что написано, что то не родится твой да и духа, не может увидеть Царство Небесное. Поэтому. Так, когда это желание появилось, ну, точно сказать не могу. То, что нужно креститься, то, что я не крещеный, это я... Как ты можешь? Ну, я начал смотреть, а потом, потом только, как бы... Ну, по ходу просмотра видео вот, наткнулся на эту тему и понял, что я не крещеный. Что в младенчестве меня покрапили водой, помочили. То, что истинное крещение, вот троекратное погружение законным священникам. Вот. Подробной причине. Ну, я вроде сказал, когда это желание появилось, уменьши, если... Да нет, наоборот, возрастает. Если Бог подобит, конечно. Да потеряю и добраться там. Хорошо. Так, тут я не могу найти. А их на сайте нету, вроде. Да нет, есть. Обещаетесь ли оставаться членом Святой Российской Православной Свободной Церкви? Вот, Свободной, непонятно слово. Ну, это... Сейчас... Это называлось так церковь, которая первый раз общину отнесли. Это церковь, так называется, в Суздале. Там такой был даже не епископ он, а лишь, а протеерей был такой, маститый, русанцев. По-моему, русанцев. Валентин. И когда началось все это, вот, все эти нестроения, у них Суздальская епархия отделилась, его руку положили епископам, русанцевам. Вот, и как раз Игнать Иванович, они начали обращаться, и первым, кому обратились они, что, в общем, зарегистрировали, это была вот именно Российская Свободная Церковь. Сейчас ты, я так понимаю, к этому не относишься, да? Суздаль, нет, сейчас не относимся. Сейчас мы никому не относимся, то есть у нас, как мы к зарубежной церкви относились, так мы себя туда причисляем. Но документы нам не сделали, то есть у нас слово зарубежная церковь убрали сами власти. А как тогда получается? Ну, как, власти могут делать все, что хотят, все, что захотят. Местная религиозная организация православных христиан, Крестово-Звиженская, общая, города Барнавола. Угу. То есть они это предусмотрели. Не хотите никому относиться, как бы, а зарубежную церковь заставили от нас отречься. А вы сейчас без епископа или как, вы к кому относитесь, я не понимаю? Ну, мы к зарубежной церкви относимся. Кто у вас там? Главный это у вас. Кто сейчас? Сейчас там этот, у них Николай какой-то молодой. Не знаю. Вспомнит о нас. Нет этот Николай когда-нибудь? Поджилки у него как трясутся или нет перед патриархом? Ну, патриарх пошел, видишь, по проторенному пути коммунистами. Страх Божий лишения разума от рассудка. Страх это страх лишения так, сейчас, подожди. Страх лишения помощи от рассудка. Помощь, да, лишение помощи от рассудка. Страх. Это у людей возникает такой страх, что ну, у нас этого страха нету, мы просто синим мы ни от кого не отказывались, мы ничего не подписывали. Ну, а то, что там без нас решают, мы что можем сделать? Иларион испугался, задрожал, нас вычеркнул, ну, не сразу, побился немножко, нам еще присылал лет пять поздравления батюшке и так далее. Но, где-то в семнадцатом году, наверное, все, уже отказался, он даже сюда приезжал, он к нам не приехал, даже с батюшкой не встретился с нашим. То есть, полностью предатель. Предатели настоящие. Но переходить в московскую патриархию, это еще больше, еще больше безумия и предательства. Рабачка хоть сейчас туда пойдет, потому что там священники, там митрополиты и так далее. А скоро отцу и Акиму сколько сейчас лет? 77. 77? А как он вообще настроен-то вообще, служить-то в службе? Ну, у него и спросишь, как он настроен. Понятно. Или внимательно смотри за нашими собраниями и всем остальным прочим. внимательно наблюдая и те кое-что может быть будет ясно. Вот так следующий вопрос. Какие нарушения в религиозно-нравственном отношении были за время вступления в число оглашенных? Соблюдали ли а это следующий вопрос? Какие нарушения в религиозно-нравственном отношении? Это что значит? Религиозно-нравственное. То есть бороду брил, не брил, женщинами занимался нет. Как с ношением поисков? Как у тебя вообще с правильной жизнью? Выпиваешь там с трудьями? Новые года справляешь 8 марта 23 февраля. Как вот у тебя все это происходит? Как ходишь по улице? То есть какие там у тебя рубашки с длинным рукавом или не с длинным? То есть как ну вообще все что относится к духовно-нравственному. На пляжах бываешь или нет если бывает что в неглиже или одеваешься или что-то ну то есть то есть не только тяжелые грехи это такое вот ну а с такого все и начинается а тяжелые грехи черты стала глашеном если бы были тяжелые грехи если бы ты был алкоголиком или блудником или он Авраами сегодня говорили про него он там уже как говорится уже понятно было все непонятно с женой то ли разведется то ли нет вот жена ну ишь какая жена попалась не верует он библию с ней читать она его выгоняет иди отсюда он ушел она выгнала его в конечном итоге он ушел и с горя там уже с другой какой-то женщиной познакомился которая слушает его библию пока дурочка я хочу уже библию с ним уже все хочу библию но он меня не любит уже сказал молодежь думает еще долго жить волтов можно добро я конечно можно а зачем его крестили такого понятного не имею игнотик началась прошу с батюшкой понятно и так было чем дело закончится но вот кто-то думал что проскочит там это его чуть поможет ему помогло непонятно если с женой вопрос нерешенный и я он прям сам говорил что на тоненького развод стоит я против был конечно Марина тоже против голосовали не только там кто-то еще но явно что было с парнем и все в порядке Даниил у нас был такой тоже запорожцев тоже взяли сразу крестили сходу прям парень даже он даже великий пост не попастился раз его крестили там три месяца что ли всего побыл у нас ну крестился все только крестился так его и видали все ни разу больше нигде не был приехал из Потеряевки там побыл недели три уехал и все и на звонки не отвечал и все целый год через год ответил мне на звонок да я бы хотел вернуться там и так далее я говорю ну не знаю ты ходишь в храм да нет не очень часто я говорю ну это не пойдет конечно но все равно он тут учится я говорю он ну вы меня не теряйте позвоните я ему вот звонил ну бесполезно не дозвониться тоже не поймешь людей то хотят то нет 21 год человек сам не знаю что ему надо это очень сложно когда ну когда у тебя все впереди главное нету страха Божия у тебя у людей молодых вообще редко страх Божий есть они думают вот молодой у него все двигается утром встал потянулся все нормально готовый как робот зарядился ну а меня Господь вот продрал сразу с молодости одну болячку вторую одна операция вторая операция ну прям нормально так задумался и в 31 год уже крестился прям-то ну потому что понимал что надо креститься страх Божий уже рождение свыше хотелось очень так вот так что соблюдали ли посты среды-пятницы последний великий пост целиком готовились посетились ну тут понятно да среди-пятницы ну ты сколько уже великих постов прошел я только первый а с 20-го года ты что не постился не знал я вообще только слушал а 20 ну 20 а 21 год я пошел церковь 22 в 22 году в январе и вот оттуда началось то есть сразу соглашенные оглашенные зайдите посты все думал все о постах узнал все да сколько постов у нас 4 поста великий успенский рождественский после великого надо было еще один назвать петров петра и павла праздник называется петров хотя там петра и павла праздник почему-то петра одного удостоили этим не знаю почему неужели апостол павел мало говорил подстегнут однако тогда петров пост какой самый большой пост великий 48 дней 48 49 а почему сейчас мы откроем а вообще 42 дня он длится пост потому что вот эти вот оставшиеся 6 дней они оставшиеся 6 дней они не постом являются а страстной седмицей а он великий пост страстной седмицы не входит так поэтому пост получается там сколько 38 по-моему 36 с половиной дней то есть десятая часть от года вот это правильный пост не могу найти ну вот самая самая большая самая большая часть это да это великий пост потом следующий у нас что идет какой по продолжительности да по продолжительности детский по-моему какой правильно воздействий он сколько я не помню 40 40 40 ну вот я первый пост вот этот успенский мне понравился то есть он такой короткий но он строгий да а петров пост петров пост единственный плавающий пост там вроде от одной недели или что нет одной недели нету такого от 8 дней до сколько до 8 дней я у нас такого тоже не видел но самый самый такой маленький это 11 дней было и до 39 дней до 39 вот 39 попадал я а что самый маленький не попадал за свои сколько получается 30 лет поста 30 лет я как пощусь 8 такого не было Мариша у нас Петрова поста чтобы 8 дней не было такого такого не было ну там от 8 дней 2 недели ну там где-то 13 дней где-то так было у нас и до 39 ой до 30 39 нет не 29 наверное да Марина а нет 39 да дней или 31 я сейчас подожди стоп я могу да чуть не с 1 июня да 39 дней правильно 39 такое было то есть до 40 чуть не хватало то есть получается вот такой стоит на третьем месте ну там все на тоненького да и получается уже что гляди по 40 дней 3 поста это 120 дней еще 14 дней успенского поста получается это это уже сколько 90 100 так 120 133 и потом 50 недель идет среда и пятница это получается 100 дней и сколько получается это 200 230 дней вот такое бывает 230 дней постов еще есть три праздника у нас которые постные такое есть еще вот ну а так в среднем где-то 200 200 210 дней постов а я еще раньше по незнанию постился знаете как до 6 часов а после 6 уже как бы другой день понимаете это еврейского начитался у евреев с вечера вот такое а потом вы найти техничес спросил он говорит нет это богослужение только апостол это богослужение то что мы пытаемся приурочить себя к евреям к их времени вот так и все а так с 12 часов все ну да ждешь сидишь ждешь пока 12 не будет там если сильно захотел скоромненького поесть молочка допустим выпить или еще чего-нибудь такого но бывало всякое бывало сейчас уже мы не так относимся к этому нет не так заготавливаемся там и так далее все гораздо скромнее происходит а иначе вообще постоянно он рыбу только ест ну там в какие дни и все я рыбу вообще почти не мне не нравится ну не нравится значит не ешь я бы так то ел так это понимаете приготовишь на мелкие кости и надо как-то чистить не понимаю я по-другому готовлю это ты карасей так готовишь а я не знаю отец готовит ну мил человек тебе уже столько лет что ты должен давным-давно сам готовить я сам готовлю но рыбу не готовлю я не умею проведем значит с тобой этот экспресс кухню по приготовлению рыбы если ты допустим возьмешь рыбу камбала то ее приготовить легко вообще посолил поперчил ее обвалял в муке и в духовку поставил и все на пергаментную бумагу желательно там ее немного промаслить бумагу чтобы не прилипла рыба Игнать Тихоныч вообще делает безо всего просто посыпает мукой посолил мукой посыпал и на бумагу не сильно прилипает ну а я вот это маслом мажу ну видите она дорогая еще рыба сама по себе что она дорогая 200 240 камбала а у вас там вообще речная должна быть рыба в ваших местах лечь допустим какой-нибудь и в духовку все время в духовку ставишь а если налим то можно варить его налимом вареный весь хороший все никаких вопросов только это ну можно или лаврового листа или перед употреблением лимонного сока взять и немножко покапать на нее на рыбу чтобы не было запахов рыбных все и ешь спокойно много рыбы не съешь она это не не свинина свинину исключи вообще из рациона полностью я мясо не ем давно вообще красавчик вообще хорошо тебе вообще легко тогда я на кашах живу каши супы иногда а овощи с фруктами овощи фрукты дорого что-то есть овощи морковку свеклу вот что мне успенский пост нравится так это потому что летом летом огурцы помидоры вот так вот ешь не хочу чесночок да мелко его только пореж чтобы не жевать зубами чтобы вонизма не было сорта не задохнуться просто мелко нарезаешь его и посыпаешь овощи чуть-чуть солью сбрызнул вперед но я этот великий пост посетился от мяса я понял что вообще не нужно я свободно без него живу от отец у меня он вообще не может без мяса слово не может это мы знаем все не может пожилой наверно просто привык уже никогда не говори никогда все может просто он неверующий вот и все ради господа бога все можно так что тем более у нас я сколько перечислил 210 средним дней постов 210 всего 365 дней то есть где-то 150 дней у нас только скоромная вот так обрелили свободу во Христе Иисусе от домашних своих у меня слава богу у меня вообще полная свобода никто никак меня не порицает да согласен у тебя с родителями хорошие такие контакты хорошие нужные единственное что потом не забудь ну благодарность можно и до крещения уже сказать родителям ну а там что еще большего о миротворчестве и так далее это можешь после крещения уже сделать то есть примирить их с Богом отцом со Христом то примирить это надо ко Христу привести для этого нужно чтобы они в Бога уверовали что Бог есть поэтому с Богом отцом примирить их что Бог есть никаких гвоздей не существ каких-то там не сущности какой-нибудь там интеллигентной а что Бог именно Бог что Он нас сотворил все и по такой цепочке ты родился от родителей они от своих родителей они должны сами родителей доходить оберегать а у тебя кстати бабушка есть нет мне умерли когда лет восемь девять не убил ну понятно то есть было две бабушки и дедушка ты свое дело сделал ты родился и теперь родителям должен помогать ну скоро совсем время придет будет поймешь когда они станут старыми и так далее пока Господь их сохранил ты сам понимаешь а для чего сохранил вот тут ты подумай для чего обычно хранит потому что ну здесь они получат доброе как сегодня читали а лазер злое получил и поэтому ты теперь здесь страдаешь а лазер как получивший столько зла он теперь здесь у Господа в гостях даже не в гостях а у Господа дома вот как раз к сегодняшнему месту писания пришли ну вот то что ты сейчас прочитал эти вопросы ты по ним подготовься запиши ну можно пока отложить подумать еще можно занятия провести по этим вопросам место описания вспомнить и так далее и дальше вот у тебя чтение по к истинному православию там первые вот ты там отвечал с тобой беседовал Николай и вот я вопросы задавал ты ему отвечал там подробно и так далее то есть ты к другой такими перешел или нет да я написал концерт про молитву вот тут написано про молитву я с ним еще не общался он говорит я его спрашиваю будем общаться он говорит читай дальше ну то есть он занят книгой пока вот тема стоит молитва конечно я прочитал о покаянии о покаянии надо писать ну ты иди дальше да иди это же это же не значит что тебе надо растянуть до этого крещения ты можешь раньше прочитать и раньше прочитаешь больше ухватишь еще будешь читать и так далее чтобы тебя увлекло это все так что ты информацией пока заполняйся а маме написал что-нибудь пока нет а ты открывал вообще слово мама отец родители нет ну ладно не понимаете я не могу просто так подойти я боюсь что я подойду и это как-то будет я не знаю как она мы с тобой пока договорились чтобы ты открыл слово божье поисковик на слове мама отец родители и прочитал что есть в библии маме об отце и родителях конкретно прочитал и выписал местописания те которые тебе пригодятся в разговоре с родителями к примеру уже об этом договорились сначала а потом уже подходить там и так далее но допустим брат Александр Борцов он уже видишь такой маститый он давно ходит и так далее ему просто этого не хватало тем более он с тебя постарше и мама там у него как бы и уже за 70 и он это все осознал понял и пошел к маме и поблагодарил ее все она любит сладенькое да любит ну принеси что-нибудь сладенькое сделай что-нибудь он ей взял торт Наполеон Марина посоветовала сейчас очень хорошие делают торты Наполеона они не жирные не сладкие такие цены посильные на таком на крему просто там с творогом или что там такое ну видите она у него верующая понимаете ну да она верующая она верующая но видишь она как бы не принимает его как верующего человека истины то есть ей надо чтобы он был московско-патриархийного закалки там тоже свое так что у него тоже не все просто так просто он он именно ему не хватало вот такой нежности и вот что-то в голове не щелкнуло а тут что-то начали говорить у него щелк и щелкнул и говорит я сразу пошел не стал долгий ящик откладывать вот у меня тоже после разговора с Игнатих начнем о благодарности и так далее там как раз говорил что все начинается с родителей меня тоже щелкнуло в свое время и я понял да я что с родителями ну да с мамочкой у меня хорошие отношения там и так далее мы прям с ней ну два верующих человека и мы о вере если ссоримся то у нас всегда слово Божие ну как в семье у нас обычно как бы из таких за таких мелочей мы не ссоримся все время слово Божие стоит понимаете вот если подойти к ней да с разговором то а вдруг я что-нибудь забуду второй раз и я думаю не подойдешь тоже надо как-то в одну беседу все уместить да как как так второй раз она же мама твоя то есть это не на один не одноразовый а двое да и ты можешь попробовать сначала пробный шар а то я думаю подойду она не поймет что я хотел в общем у нас такие темы у нас глубокого такого общения духовного у нас не было а если я такую тему и преподам так она меня не поймет или отшутится или как в общем не получится ничего я про это ты видишь не в не в седой бороде честная старость это смысле я не понял сейчас подожди вообще печатать то не любите печатать нет я не умею ну как и так сейчас отшу Так, 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 так. Так, скажите мне с написания, открою, прочитаю. Ну, а там написано, я сам пытаюсь открыть, там написано, что не в седой бороде честная старость. Не могу найти. Немножко не так, видать, было. Почему-то. Где-то это или у Сираха, или... Не могу найти. Ой, ой, ой. Что-то не то, такого я поискал тоже. Ну да, там немножко по-другому, видать. Плохо запомнил. Пытаюсь найти тоже. В общем, там говорится о том, что дело не в старости, а в мудрости Божьей. Вот так, который Господь дал человеку. Ну, понятно, да? Вот Ио 21.7. Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепкие? Дети их с ними перед лицем их, и внуки их перед глазами их. Домы их безопасны от страха, и нет жезла Божья на них. Вол их оплодотворяет и не извергает, коровы их зачинает и не выкидывает. Как стадо выпускают они малюток своих, и дети их прыгают, восклицают под голос тимпана и цитры, и веселятся при звуках свирели. Проводят дни свои в счастье и мгновенно нисходят в преисподнюю. А между тем они говорят Богу, отойди от нас, не хотим мы знать путей твоих. Что вседержитель, чтобы нам служить ему, и что пользы прибегать к нему? Видишь счастье их, не от их рук. Совет нечестивый, будь далек от меня. Вот тут более-менее понятно. А это про старость, это придется искать. Надо запомнить получше. Ну ладно, давайте тогда вот этот третий вопрос, третий пункт закончим, и, наверное, будем закругляться. Да, все, наверное, закруглимся уже, у нас время-то еще сколько с тобой. Ну ладно, хорошо. Да, нормально все. Ты продолжай просто чтение, и все. И разбор священного писания, если захочешь, то ты поищи, что ты хочешь, что-то именно разобрать. Вот видишь, а то так спонтанно получилось, что... Да, да, да. Тот момент мы просто разбирали, а тебя ничего не заинтересовало. Ну ладно, посмотрим. Так, ну все. Верхний завет не забудь, плейлист взять. О Верхнем завете. Всю Господу нашему славу, в веки веков. Аминь. С Богом.